Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное видео по обновлению Star Stable Online. Посмотрим, какие новые масти известных уже пород прибыли на Юрвик, каких лошадок перевезли в другое место продажи, также о кусочке продолжения сюжетной линии, ну а также о том, что ждет нас на следующей неделе. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и... поехали! Нам на Юрвик приехали уже известные породы, но в новых мастях. И надо сказать, они очень шикарные, но обо всем по порядку. Новая масть бельгийской лошадки стоит в хозяйстве Серебряной Поляны, серая в яблоках с гольфиками, с темной гривой. Очень красивая моделька, гарантирую ее покупку на свой основной аккаунт. Стоит она также 850 старкоинцев. Так что данная порода находится на виноградниках. В Фергрови добавили еще одну масть финской лошадки. Стоит она вот здесь, вместе с остальными представителями своей породы, стоит также 850 старкоинцев. Очень необычная масть. И кроме этого, в Фергрови произошла перестановка лошадок. Теперь здесь доступно для просмотра 4 масти финской породы и 3 масти кучеравой. Так что, видимо, скоро нас ждет добавление новых лошадок. А новой лошадью станет порода Морган. В кои-таки веки мы дождались обновления настолько старой породы. Пока что нам доступны лишь скрины тех мастей и моделек, которые планируются для выпуска. Но хочу вас предупредить. Любителям высоких коней советую не особо рассматривать данную породу. Так как в реальности средний рост в холке составляет 150-160 сантиметров. И если разработчики соблюдают все-таки разницу в росте, то данные лошадки будут ростом примерно с Хаффлингера. И последние 4 лошадки. 4 новые масти, которые нам добавили. Это 2 масти Танисийской и Пейнтхорса. Давайте посмотрим их поближе. 2 Пейнтхорса стоят 850 старкоинсов. Очень прекрасные, милые пеги и масти. Мне они очень нравятся, очень зашли. И советую на самом деле посмотреть их поближе. Вот эта лошадь вообще является обновлением полторашнего поколения. И это прекрасно, что все-таки данную масть не забыли и уже успели реализовать в игре. Так что да, вот такие вот красавцы пейнты. И теперь посмотрим 2 масти Танисийской. Танисийская лошадь стоит 950 СК. Вот такая вот красивая темная кожа, светлый игривый хвост, плюс еще 2 носочка на передних ножках. И вторая масть Танисийской. Вот такой гнидой красавец. Вначале можно перепутать с бельгийцем, но все-таки нет. И даже не араб, это Танисий с гнидой масти. Так что вот такой вот гнидой красавец теперь есть в Танисийской породе. Лошади переезжают. Теперь вся порода Морган второго поколения находится на лошадиной ярмарке. И подъехав к данной модельке, вы сможете посмотреть все существующие масти для второго поколения. Цена 790 старкоинцев. Арабская лошадка из Фергрови второго поколения переехала к своим собратьям на остров Падока. Данную масть вы сможете найти в меню покупки. Добавлено продолжение сюжетной линии. Если вы остановились в прошлый раз на сюжете с расточком, то теперь он продолжается и вам нужно будет о нем заботиться. Опрос в игре разработчики решили внедрять в саму игру опросы, связанные с разными направлениями. В этот раз тема будет чемпионат. Если вы хотите принять в нем участие, нажмите ОК в окне результатов чемпионата. Опрос будет очень короткий и разработчики надеются, что все пройдет как надо. Если все пройдет хорошо, то в игре будут чаще появляться подобные опросы на всех языках. Ну а также спойлер новой одежды для персонажей и четырех новых седел. Это выездковые жакеты в розовом, синим и голубом цвете. Ну а также четыре седла. Два из которых розово-белые и два бело-голубые. На каждом виде есть вариант обычный, со стандартным типом кожи, и второй с белыми узорами. Надеюсь, какой-нибудь из этих вариантов вам придется по душе. Ну а на следующей неделе представляем газету Юрвика, издание для народа. Появится отдельная сюжетка, связанная с выпуском газеты. Ну а на этом все, и я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, и до встречи в следующем видео. А я пойду покупать себе бельгийца.